МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пьянова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Впоследствии ковид-19, как долго длится реабилитация после перенесенного заболевания? Посткроссинг. Библиотека Минипушкина возобновила акцию по обмену открытками. Принципиальный соперник хоккейной команды Саров-2008 встретился с Севяткой. Далее расскажем по всему подробно. С марта персональные данные будут удалять по запросу пользователя. В электронные трудовые книжки можно будет внести весь стаж до 2020 года. А детей до 16 лет не смогут высадить из общественного транспорта за безбилетный проезд. В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с начала весны. С 1 марта до 30 июня продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 миллионов рублей за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту МИР. Получение согласия на распространение персональных данных граждан теперь не допускается. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации, фамилии, имя, отчество, мобильный телефон и тому подобное может использоваться публично, а что останется приватным. Операторы будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей. 7 марта штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов для граждан составит до 4 тысяч рублей. За повторные нарушения взыскания составит уже до 20 тысяч. Законом устанавливается и ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления расхода денег на организацию и проведение публичного мероприятия. Запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших возраста 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда на дороге одного недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь каждый гражданин сможет обратиться в ПФР, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года. Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных у трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом и упростит предоставление сведений при трудоустройстве. С осени прошлого года в Сарове пропало 4 человека. Два их нашли живыми. Андрея Игнатова в Москве, Светлана Кузнецова дома в Сарове. Судьба еще двоих пропавших остается неизвестной. Вячеслав Линник пропал еще в начале сентября, а Евгений Наумов в конце декабря. О том, как ведутся поиски пропавших людей, мы поговорили с волонтером поисково-спасательной группы «Рысь». В 2020 год в Сарове отмечен пропажа ветерана в НЕФ Вячеслава Линника. Его бесследное исчезновение потрясло жителей маленького закрытого города. Вячеслава Михайловича искали много дней. Даже когда ударили морозы, родственники волонтеры не прекращали поиски. Но зацепок до сих пор нет. Еще один пенсионер Евгений Наумов 28 декабря прошлого года ушел из дома на улице Советской и не вернулся. Ориентировка на него появилась только в середине января, когда родственники обратились в полицию. Тогда же к поискам подключились волонтеры. Но все усилия пока напрасны. Как бы была очень поздно дана информация о пропаже. Это очень много времени прошло. То есть если человек, ну бывают такие случаи, что человек пропадает, родственники быстро реагируют на это. И проходит буквально 2-3 часа человек найден. Отряд «Рысь» Саров сформировался в октябре. До этого его участники, в том числе и наш собеседник, были задействованы на других поисках. Сергей, например, начинал с поисков пятилетней Зарины Авгоновой. Девочка заблудилась в лесу в Вознесенском районе в марте 2019 года. Тогда ее искали буквально всем миром. Девочка нашлась живой. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Как и при любых поисках, все происходило по определенному алгоритму. Сначала пишется заявление в полицию, потом звонят на горячую линию нашего центра, поисково-спасательного центра «Рысь». Далее инфоркт начинает собирать информацию о пропавшем человеке. Когда пропал, какие обстоятельства, выясняет. И уже начинает собирать сбор на поиск. После этого формируются экипажи, делается сетка, по которой поисковики обследуют местность. В Сарове не один поисковый отряд. Помимо «Рысь», куда входит 52 человека, есть еще поисково-спасательный отряд «Волонтер» и кинологический отряд «Саров». На всех поисках в черте города и за его пределами добровольцы работают сообща. Спасение потерявшегося человека – командная работа. Никто не старается перетянуть одеяло на себя. Поисковики обращают внимание, что заблудиться можно даже в знакомом лесу. Таких случаев немало. Собираясь на прогулку в лес, сообщите родным, куда именно вы идете. Наденьте яркую одежду, возьмите мобильный телефон, запас еды и свисток. Часто обессилив, человек уже не может громко звать на помощь, но может подать сигнал свистком. Жители Нижегородской области приглашают принять участие в акции «Завтрак для любимых», приуроченной к Международному женскому дню. Акцию проводит Российское движение школьников совместно с проектом «Гастрономическая карта России». Участникам необходимо снять видео о том, как они готовят завтрак для своих любимых мам, бабушек, сестер или подруг. Видеоролики нужно разместить в разделе «Клипы» в социальной сети ВКонтакте с хэштегами «РДШ» 8 марта «Завтрак для любимых», «Гастроном Раша», «Гастрономическая карта». Победители ждут ценные призы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 марта нахождение в лесу с огнестрельным оружием запрещено. Как объяснили в Министерстве лесного хозяйства и охрана объектов животного мира Нижегородской области, весной звери выращивают потомство, поэтому в это время дикой природе необходима особая защита. Исключение участия в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Нарушители будут привлекать к ответственности. Центр милосердия опубликовал список нужд для своих подопечных. Он помогает одиноким пенсионерам, малоимущим, людям, попавшим в трудную ситуацию, многодетным семьям нашего города и округи. Нужна инвалидная коляска, диваны, шкафы для одежды, зимняя обувь, стулья, детские кроватки, кухонный стол, памперсы для взрослых. Всегда требуются теплые мужские вещи, продукты, в первую очередь консервы. Детские памперсы всех размеров, постельное белье, стиральные машинки и холодильники в рабочем состоянии. Приносить пожертвования можно на гуманитарный склад на Пушкино 24А. Он работает во вторник и четверг с 17 до 19 часов, в субботу с 9 до 12. Телефон 8 906 35 34 634. Первая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса МИР-19 от Федерального медико-биологического агентства завершится в середине марта. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путином сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, препарат основан на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. И те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Это так называемый РНК-полимеразный сайт. Он получил название МИР-19, так как микро-РНК безопасен для человека, не влияет на его геном и иммунитет. Но при этом эффективно поражает вирус и предотвращает тяжелые формы развития COVID-19, добавила Скворцова. О том, что ФМБА разработала и запатентовала лекарства на основе механизма РНК-интерференции, агентство сообщило в октябре. Средство успешно прошло доклинические испытания на животных. По словам Вероники Скворцовой, планируется, что препарат будут выпускать в двух формах. Для профилактики коронавируса после опасного контакта предусмотрены капли в нос, а в случае заражения инкалиционная форма. За минувшие сутки в России выявили 10 565 случаев заражения, 383 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще трое. Более 15 тысяч саровчан выздоровели после перенесенной коронавирусной инфекции за все время пандемии. Большинство случаев протекали в легкой форме, но и средне-тяжелых и тяжелых было достаточно. Около 40 горожан сейчас проходит лечение в больнице, пятеро из них в тяжелом состоянии. Но и после того, как тест показал отрицательный результат, полное выздоровление и восстановление наступает не сразу. О последствиях COVID-19 расскажем далее. Несмотря на то, что COVID-19 с нами уже больше года, до сих пор в СМИ появляются новости о том, что ученые обнаружили его новые особенности. Чаще всего журналисты пишут о том, какие последствия может вызвать перенесенная коронавирусная инфекция. Болезнь эта по-прежнему малоизучена и может преподнести еще много неприятных сюрпризов. Даже если человек перенес COVID в легкой или бессимптомной форме, медики рекомендуют прислушиваться к себе, следить за здоровьем, соблюдать режим дня, отказаться от вредных привычек, поддерживать физическую активность. Если инфекция протекала с осложнениями, сопровождалась тяжелым поражением легких, то потребуется некоторое время для восстановления организма. Таким пациентам при выписке рекомендуется выполнение дыхательных упражнений в домашних условиях, ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе, дозируя темп и следя за чистотой дыхания. Чаще всего коронавирус поражает обонятельные вкусовые рецепторы. При средне-тяжелых формах он наносит удар по легким. Коронавирус способен поражать нервную ткань. Клинические симптомы в этом случае проявляются в виде неврологических расстройств. Головная боль, снижение памяти, нарушение сна, известны случаи психомоторного возбуждения пациента. Восстановление зависит от степени тяжести перенесенной инфекции. Если у пациента имеются сопутствующие хронические заболевания, заболевание протекало в тяжелой форме, сопровождалось с большим объемом поражения легочной ткани, пациенту проводилась искусственная вентиляция легких, ожидать, что пациент быстро вернется в привычный образ жизни после выписки не приходится. В первую очередь человеку, перенесшему ковид, нужно обратиться к участковому терапевту. Специалист после осмотра оценит динамику, при необходимости назначит дополнительное обследование и определит тактику лечения. Авторский букет бесплатный. Редакция канала 16 и творческая мастерская галереи цветов запускают розыгрыш к 8 марта. Стать его участником очень просто. Нужно быть подписчиком официальной группы нашего канала и галереи цветов в ВКонтакте и сделать репост праздничного поста. Победителя определим 5 марта. Он получит авторский букет. Галерея цветов – это место для особенных людей. Здесь говорят «нет» безликим букетам и дежурным цветам для галочки. Отказываются от массового подхода и работают с теми покупателями, для кого важно через цветы рассказать о своих чувствах и отношениях. Заказать букет можно по адресу проспект Ленина, 22 или по телефону 8-903-604-78-67. Ну а выиграть в нашем конкурсе. Все подробности в группе канала 16 во ВКонтакте. Пандемия и ограничения ни на миг не прервали переписку с единомышленниками проекта посткроссинга. Наоборот, почтовые карточки разлетались во все концы планеты с еще большей интенсивностью. О новых друзьях, оригинальных открытках и позитивных эмоциях Саровские посткроссеры поделились на встрече в библиотеке имени Пушкина. Никакие гаджеты, мессенджеры, новейшие технологии не могут передать душевную теплоту строк, написанных от руки. Казалось, что письма и открытки остались в 20 веке, но нет. Проект посткроссинга возрождает переписку, причем на международном уровне. Полина Михалькова стала посткроссером год назад. За это время она получила более 70 открыток из разных стран. Самая, наверное, любимая моя открытка была, это когда мне Луи, так звали девочку, она мне прислала открытку и сказала, вот эту открытку я нарисовала сама. Я не верила своим глазам, она была прям в точь-точь, как живая. На меня смотрела девушка, и она сказала, это моя сестра. Я не верила своим глазам. На первой в этом году встрече посткроссера в Пушкинке Полина провела для новичков клуба викторину об истории проекта и культуре разных стран. Также девушка принесла открытки с марками и почтовыми штемпелями зарубежных государств. Полина отметила, что переписка очень увлекает, но не стоит забывать о практической стороне вопроса. Первым делом рассказать это родителям, потому что посткроссинг – это затраты, марки, открытки. Вот, допустим, в нашем регионе очень требовательны к открыткам. Допустим, за границей мне говорят, что очень красивые открытки, а у нас регламент. То, что самодельные открытки только в некоторых регионах, то есть можно. Второй совет Полины – прийти в клуб в Пушкинку. Живое общение, обмен опытом не заменит никакая инструкция в интернете. Но сначала нужно зарегистрироваться на сайте postcrossing.com. Этот сайт устроен так, что по пять адресов людей, совершенно нам незнакомых со всего мира, сайт нам предоставляет, и мы должны им отправить открытки. И в ответ мы получаем тоже пять открыток. И вот так вот постоянно это, знаете, как конвейер получается. Это безумно интересно и безумное счастье, когда заглядываешь в свой почтовый ящик и видишь открытку совершенно с другого конца земного шара. Так как переписка идет на английском языке, то посткроссеры отрабатывают навыки письменной речи, умение составить небольшой рассказ о себе, правильно перевести полученное сообщение. Ну, я думаю, что с первого класса ребята вполне уже могут самостоятельно подписывать открытки, потому что с первого, со второго класса они уже изучают английский язык, а именно английский язык является международным в посткроссинге. Следующую встречу саровские посткроссеры планируют провести во время весенних школьных каникул. Елена Грецкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Саров против Вятки. Воспитанники спортивной школы Саров приняли на своем льду команду из Кирова в рамках первенства России среди юношей 2008 года рождения. Для наших ребят игра была принципиальной. Саровчане боролись за третье место в турнирной таблице соревнований. Чем закончился матч, расскажем в следующем репортаже. Падение, подножки, мелкие потасовки и удаление. Юные хоккеисты играли быстро и немного агрессивно. Счет открыли гости. Первая шайба оказалась с воротах уже на второй минуте матча. Перенять инициативу саровской команде удалось только в конце первого периода. Он закончился со счетом 1-2 в пользу Вятки. На зрительских трибунах также было неспокойно. Поддержать юных хоккеистов пришли болельщики обеих команд. Болеем как можем. И горлом, и телом, и голосом. Всякое разное настроение. А у вас тут так много сырого. И еще давят очень сильно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так нельзя. Плохо говорят нам. Некрасиво. Наши парни играют отчаянно. Молодцы. Судейство, конечно, подводит. Но я думаю, что мы выиграем и всех порвем. Во втором периоде соперники не отдавали друг другу преимущества. Он закончился ничьей со счетом 3-3. Второе дыхание у саровской команды открылось уже в последнем отрезке игры. За шесть минут в воротах соперника оказалось четыре шайбы. Последний гол забили гости на 58-й минуте матча. Сегодня до конца старались, боролись. Но сопернику повезло где-то чуть больше. Где-то, может, по мастеровите оказались ребята. Дома мы играли с командой. Также мы пополам сыграли. Одну выиграли, одну проиграли. Здесь вчера упорная борьба была. По булитам только выяснили. Ну и сегодня два периода. Тоже ничейный счет был. В концовочке немножко провалились. Матч закончился со счетом 7-4. Встреча для саровской команды была принципиальной. Победа помогла обогнать соперника и занять третью строчку в турнирной таблице. Платон Пахрицын хоккеем занимается с четырех лет. Должность капитана иногда бывает очень непростой, признается юный спортсмен. Очень была напряженная игра. Мы сначала первый период очень неплохо сыграли, а в конце их добили. Команда очень хорошая. С ними напряженно играть. На судей нельзя ругаться. Напряженно было всегда. Теперь воспитанники спортивной школы готовятся к встрече с командой «Ишталь» из Ижевска, которая пройдет на нашем льду уже в конце марта. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апианова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.